День Победы 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 Город перешел на военное положение. И поэтому за год начали строить укрепрайон, это вот линию обороны 300-километровую вокруг главной базы Тихоокеанского флота. Работали тогда уже, у нас было задействовано около 14,5 тысяч населения мирного, которые окопы копали, возводили линию обороны. А так как у нас флот находился, скажем так, в стадии реформирования и отставал по всем параметрам по сравнению с японским флотом, то расчеты на победу были никакие. А в нескольких километрах от Владивостока находилась у нас хорошо оснащенная, многочисленная, имеющая боевой опыт Квантунской армии. И поэтому здесь вынуждены были держать огромное количество войск, готовиться к вторжению на территорию. Были выделены подразделения, которые будут оборонять эти расписанные. И получалось так, что у нас уже к войне здесь вовсю готовились. К войне с Японией еще до 22 июня 1941 года. И так как часть населения эвакуировалась уже, готовы были предприятия эвакуироваться, закладывались партизанские базы, открыты партизанские школы здесь были у нас, снайперские школы. Когда началась война, естественно, это заработало в полную силу. Все взрослое население убыло защищать. Около 200 тысяч человек. У нас с Приморского края убыло 201 тысяча 313 человек. Около 60 тысяч не вернулось с войны. В среднем по России каждый третий, одевший шинель официально через военкоматы, он не вернулся с войны. Только две области на Южном Урале где-то, они обеспечивали Ленинградский фронт, там каждый второй погиб. Но в среднем по стране каждый третий не вернулся с фронта. И все, и у нас вся тяжесть войны легла на плечи нашего мирного населения, на плечи женщин, стариков, детей. Это заводы, которые обеспечены. Это порты, тем более помимо мужского населения, рабочего, которые в состоянии были работать, они все были призваны, отзывались даже частью. Около 20 дивизий только в первые месяцы войны были отданы тому. Здесь еще ждали, вот-вот начнется, там-то уже пыхнуло. И поэтому около 20 дивизий ушло буквально в первые месяцы туда, на запад. И получилась вот эта вся тяжесть легла на детей. У нас в городе Владивостоке было создано, сформировано 8 истребительных батальонов, по тысяче человек в каждом. И только в 43-м году, когда уже, ну, японцы поначалу сдерживали результаты войны Хасан Халхингол, а потом ждали падения Москвы, и только после Сталинграда они распрощались с мыслью о нападении. И вот в 43-м году эти 8 батальонов истребительных были сведены в полк и отправлены воевать туда, на запад. А до этого это кто в этот истребительный батальон? Это в первую очередь мальчишки, которые вот-вот должны были призваться, и те, которых уже нельзя призывать. И у нас здесь бои шли. У нас здесь вот под район Уссурийска, в сторону находки, здесь огромное количество было дезертиров, бежали с кораблей, матросики, солдатики бежали с оружием, они хотели кушать, грабили население. Здесь с ними воевали, но здесь диверсантов огромное количество было. Детскими руками были выпилены все сопки, которые находились вокруг города Владивостока, в сторону Уссурийска, находки туда. На этих площадках, на господствующих высотах, лес был убран, выкручены деревья, с этих же бровенов были построены пушки, покрашены. И каждый раз самолеты-разведчики японские обнаружили все новые и новые батареи. Это было ужасно, конечно, но наш приморский край единственное, что не коснулось, это голод. Все-таки тайга и разруха. Мы не восстанавливали разбомбленные города, уничтоженные. У нас же страна только в первые дни войны, в начальном периоде мы потеряли 1810 городов, 70 тысяч сел и поселков. Это 30% совокупности национального богатства. Ни одна страна в мире, потеряв хотя бы более 15%, она не помышляет о сопротивлении. Мы освободили Европу, мы уничтожили японский милитаризм. И, в общем-то, у нас наши снайперские школы были открыты, школы диверсантов, партизанские школы. Несколько девочек до сих пор живут, бабули, которые в 16 лет закончили парашютистов-радистов, эти школы, потом были отправлены туда, на запад. Партизанские школы работали. Здесь закладывались партизанские лагеря с медикаментами, с боеприпасами, с вооружением. И, кстати, первый партизан, кто буквально в первые месяцы войны, первый партизан в истории Великой Отечественной войны, который получил звание Героя Советского Союза, житель нашего Владивостока, закончил партизанскую школу в лесах Белоруссии, в партизанском отряде получил звание Героя Советского Союза. Я знаю, что в первые дни, когда объявили о начале войны, 22 июня 1941 года, с 22 и 23 июня сразу около 500 заявок пойти на фронт было подано. Да, люди шли на фронт, причем добровольно шли. Дезертир — это не показатель, это маленькая кучка людей, которые... Каждый оценивает свою жизнь как может, бог им судья. Но, тем не менее, и вот у нас получается здесь... Владивосток, он... Владивосток, точнее сказать так, наш Приморский край... Вы знаете, на каком месте находится по количеству Героев Советского Союза? Мы находимся на втором месте в Советском Союзе. Больше нас это только Москва, не Ленинград, Москва. Но что такое Москва? Это один район Москвы превышает по населению, если не в кратности, то намного превышает все население Приморского края. Мы находимся на втором месте, здесь отважные люди живут. У нас, получается, только город Владивосток имеет 201 Герой Советского Союза, 6 из них дважды, 10 полных кавалеров Ордена Славы. Это по статусу он приравнивается к Кавалеру Ордены Славы, приравнивается к Героям Советского Союза. Приморский край в целом имеет, если не ошибаюсь, 544 Героя Советского Союза, 2-3-жды, а 13-2-жды, 46 полных кавалеров. И здесь это не просто именно Великая Отечественная война показалась. Я уже повторюсь, это отважные люди жили. У нас до 1917 года в Владивостоке жили 10 полных кавалеров офицерского Георгиевского креста, 600 человек солдатского креста Георгиевского. Это что-то, это показатель. Вот интересно, когда вы все это рассказываете школьникам, они, понятно, что до урока, да, урока мужества, я имею в виду, они наверняка задают вам одни вопросы, может быть, больше про оружие, да, им интереснее. А вот меняются ли их вопросы после того, как они узнают все эти факты от вас? Ну, это интересно, потому что, конечно, интересно всем, и отношение к своему городу, к краю уже совсем другое, потому что, ну, я считаю, что если человек гордится своим домом, своей улицей, своим городом, значит, он любит сегодня город, завтра он любит и свою страну. Потому что наша Родина – это наш дом, наша семья. И идут защищать не абстрактные какие-то города, районы. Идут в первую очередь защищать на войне и выполняя свой воинский долг, это прежде всего защищая свою семью, свой город, свой дом, свою улицу, товарищей. Поэтому, а задают вопросов очень много, потому что у каждой семья у нас в стране коснулась с этим. Поэтому, в общем-то, да мы оборона Москвы, посмотрите, даже вот, немецкие части стояли на трамвайных путях. По ополчению было перебито, все. Почему морская пехота получила название, слышали, наверное, из истории войны, а «Черную смерть» называли немцы? Это не Севастополь, это не Одесса, это наши тихокеанские морячки. Они не могли, кстати, железнодорожники, на фронт работали все население, все работали, все для фронта было. Почему? Потому что здесь же население собирали за собственными сбережениями. Мало того, что пахали там по 20 часов в сутки на предприятиях оборонных, выращивали урожай. Шкотовский район в 1942 году, это таежный поселок, ну, считался сельскохозяйственным районом. Но это не Оренбургские степи, где на 100 километров один куст растет, или Казахстан, да? Ну, вот мы, Шкотовский район в 1942 году получил переходящее знамя Наркомата сельского хозяйства за самый большой сданный урожай. В стране неоккупированной, на неоккупированной территории. Мы строили танковые колонны, самолеты, население. Отдавали все, что было, за душой отдавали. И помимо добровольцев, еще и техникой обеспечивали. Ну, и вклад железнодорожников элементарный, да? Сегодня фирменный поезд идет до Москвы 7 суток. Во время войны за 12 суток на паровозной тяге, для нас это вообще каменный век, за 12 суток эшелон доставляли до Москвы. И эшелон, то есть не было возможности даже переодеть наших матросов в маскировочный халат, не только в сухопутную форму. И там они получили название, черными бушлатами засеяли все московские заснеженные поля Подмосковья. По деревне Званого наша морская пехота, перхотинцы, они повторили такой же подвиг, как панфиловцы. И, в общем-то, в каждом сегодня нет населенного пункта в Подмосковье, где не стояли памятники нашим тихокеанцам. Взять самые простые такие вот значимые события, например, Сталинград на слуху у всех. Там же стояли у нас, наши приморцы воевали на всех участках, на всех фронтах. А у защитников Сталинграда, у приморских защитников, был девиз такой, «За Волга, за нами и земли нет». Это слова Зайцева, человек, который закончил снайперскую школу нашу на русском острове, житель города Владивостока, герой Советского Союза. На Курской дуге наши отличились. Первый, кто водрузил знамя на освобожденной территории Советского Союза, вышел на границу подразделения, наши дальневосточники. Даже самое простое, первый комендант города Берлина, генерал-полковник Берзарин, герой Советского Союза, был курсовым офицером, житель нашего города Владивостока, курсовой офицер пехотной школы Владивостокской. Поэтому нам есть чем гордиться. И город получил звание воинской славы. Это не от того, что авторитетные люди за него просили. Нет, мы получили это, заработали по полному праву, с большой кровью и большой отвагой. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Очень хотелось бы услышать какие-то истории. Наверняка вы их знаете немало, вы постоянно общаетесь с нашими ветеранами. Расскажите нам. Понятно, что всех мы не успеем рассказать, безусловно. Историй очень много, историй очень много. Помимо того, скажем, здесь вот житель, например, по Шкотовскому району, я скажу, они там жители, там было, помимо того, что они купили танковую колонну, назывался он Шкотовский колхозник. Вот, как и здесь вот в Владивостоке собирали, это в нашей периферии, так, в лесу этого окраина, скажем, Владивостока. Ну, там житель Шкотовского района за собственное избережение купил танк. И два его сына на этом танке дошли до Европы, где-то там сгорели. Это уже что-то. Вот. А очень много, вот, на фронт, вот, маленький пример того, как рвались на фронт. А девочка добавила себе несколько лет, дошла до Берлина, оттуда с воинскими частями, медик. С воинскими частями вернулась сюда, закончили с японцами. И когда начали увольнять, то выяснилось, что по церковно-приходской книге, она сама с Белоруссии, со вступающими частями, она записалась, прибавив все годики. Но на данный момент ни один архив не может подтвердить, потому что была не Марианна, а Мария. И была такого-то года, а не такого-то года. То есть нет, получается, никаких льгот? Да, льгот у нее нет, но ее чествуют, ее уважают, у нее есть награды. Но, тем не менее, и вот. Документально это не подтверждено? Документально это не подтверждено, потому что на два года она младше от той, которая воевала, участвовала в Великой Отечественной войне. Другой человек, получается. Другой человек, да, и звать не Марианна, а Мария, потому что, ну как, привыкли так упрощенно, например, какое-то латышское имя это труднее произносить и прочее. Поэтому так вот. А ведь много историй, когда, правда, с 14 лет практически детьми шли на войну. А с 16 лет у нас даже с Владивостока вот были ветераны, которые с 16 лет, которые крепкие были физически, то есть вот, ну, рослые, да, их призывали, это не единичные случаи, призывали в 16 лет. У нас здесь даже школьники, младшие классы создавали детские садики, которые нячили совсем, одни малыши нячили самых маленьких, для того, чтобы освободить взрослое население, для того, чтобы они работали на заводах, на предприятиях. Это, конечно, это страшно, это ужасно страшно. Работали на фронт и отдавали последнее. А, кстати, вот наши приморцы, они шествовали над армией Федюнинского, это Ленинградский фронт. Мало того, что отдавали все, что зарабатывали и сверх того, что способных хозяйств выращивали, еще отправляли посылки какие-то, мед, носки и продукты, сушить начали отсюда. Первые консервы у нас, если не ошибаюсь, завод Путятина, по-моему, рыбное предприятие, да? Вот там вот первые консервы у нас, по-моему, не только в Приморском крае, но и в России начали выпускать во время войны. Единственное, конечно, историю намешали очень много. Намешали, потому что, во-первых, когда перестройка была, и вот эти якобы товарищи влезли, нам перерисовали. В каждом классе сталкивались с тем, что, а почему, вот вопрос, а почему в учебниках то-то написано, а в том классе, а в этом классе написано то-то, вот. И по ленд-лизу, вот вопрос вот недавно девочка задала, а насколько это вот нас спасло? Ну, как спасло ленд-лиз? Ленд-лиз, да, но дело в том, что это как помощь наших соседей ненужных. Да, они в какой-то период, они, может быть, какие-то дыры мы подлатали, но поймите, помощь. Помощь – это когда перевели мы бабушку через дорогу, они попросили рубль. Это помощь, так? Но если, например, человеку плохо, и мы советуем ему сходить в магазин, там одеться и покушать, купить продукты, это разве помощь? Это нет. И вы знаете, мы же, мы платили, мы оплатили каждую пуговицу, каждый шнурок. Оплатили не деньгами, мы тонны, даже не тонны, а сотни тонн. Золото, платина. Мы за каждую пуговицу рассчитались, заплатили якобы помощникам. Это наши крови, они зашли в Европу. В мире существует, и то, что сегодня там пряцают, у нас просто, видите, как, и получается, помимо того и всего прочего, вы знаете, мы-то ели одинаковую тушенку. Что немецкий солдат, что русский. Мы носили одинаковые ботинки, у нас были одинаковые грузовики. Не массово, конечно, частично даже боеприпасы одинаковые были. Просто тем бесплатно шла помощь этих же друзей, так называемых, для того, чтобы давануть нас. Ну, а нам, я так думаю, что за деньги, за золото, за платину, чтобы подорвать окончательную экономику, скорее всего, так. Вот эти вот товарищи, и поэтому Ленд-Лиз, ну, окончательно подорвал наш бюджет, экономику подорвал, больше, наверное, вот так вот. А сталкиваетесь ли вы с тем, что школьники рассказывают вам истории своей семьи? Конечно, потому что… Берегут ли эту историю у нас сегодня? Да, 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 и у нас сейчас, особенно последние годы, где-то, наверное, лет 5-6, это вот сейчас уже стало почетным, уже это достойно, что дед воевал, достают там прадед, достают фотографии, находятся в интернете. Сейчас совет ветеранов создали сайт ветеранский, где можно найти не только историю своего деда, а там же можно найти, это адский труд, это там много лет этот сайт создавали. И там можно найти даже вырезку с полковой газеты, где, например, он там отличился, подбил танк, к примеру, сбил самолет, или там захватил там в плен двух немцев. И даже в полковой газете, если была статья, даже вот это с архивов подняли. То есть таким образом можно найти своего родственника? Найти своего родственника, да, но это вот именно по Приморскому краю, он очень полный такой, довольно-таки достойный сайт. Вот недавно наших приморцев хоронили, нашли достанки, да? Это же история, вот эта 253-я стрелковая бригада, она была создана, кстати, было у нас пехотное училище, она стояла в Шкотово. И в трудный период оно было поднято по тревоге, сформировано. А кто такие курсанты? Это мальчишки, которых наши приморцы. И она практически, вот эта сформирована 253-я стрелковая бригада, вот эти вот военнослужащие тоже найдены были, это с этой же бригады, фамилии их, то есть в медальончиках нашли. И они полностью отправлены под Воронежем, дыры затыкали, и под Воронежем вот они там погибли. Это наши приморцы. А вы как-то сотрудничаете, вот есть компания «Авиапоиск», например? Да, мы знакомы с этими ребятами. Которые помогают как раз-таки восстановить имена пропавших без вести. Да, те, которые сегодня, вот здесь наши самолеты здесь. У нас история Приморского края, ну, знаете-ка, вы знаете, когда последний раз бомбили наш город? В 50-м году эскадрилья наших якобы друзей американских бомбила 5 аэродромов наших в октябре 50-го года. Уничтожили больше 100 самолетов на наших аэродромах. Это вот здесь вот, по-моему, на окраинах Владивостока. Серьезно. Поэтому друзья, они есть друзья. Они были, есть, такими же и останутся. Я бы хотела, чтобы напоследок, в конце нашей программы, вы бы дали, может быть, совет родителям, которые воспитывают сегодня, школьников, подрастающее поколение. Как лучше всего хранить эту память? Что бы вы бы сказали своему ребенку? Ну, надо знать свои корни. Не будем знать своих дедушек, бабушек, прадедушек. Это человек, как человек без паспорта, без имени, без фамилии. Это наша жизнь, какая бы она ни была, трудная, нетрудная. Но тем не менее, это история семьи. А сегодня, сегодня это идет просто повально, достают со шкафов фотографии. Посмотрите, даже бессмертный полк наш. Идут там кто? Идет, идет молодежь. Очень много молодежи участвует. И детям не безразлично, как его семья жила, как защищала страну. А у нас наша страна, она в каждой семье так коснулась, к сожалению. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Спасибо за вашу историю. Желаю вам всего самого хорошего, успеха. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин